С проблемой очистки городских магистралей и пешеходных тротуаров столкнулись и работники жилищно-коммунального хозяйства. Проблема эта связана и с самой технологией уборки снега, и с тем, что из-за интенсивности движения автотранспорта техника в основном работает в ночное время и в первую очередь убирает снег на дорогах с автобусным движением и на остановочных пунктах. Пенчане должны знать об этом и по возможности способствовать беспрепятственному проходу снегоуборочной техники и помогать в уборке прилегающих территорий. Подробнее в комментарии главного инженера ЖКХ города Пинска Алены Пиловец. Первые уроки снежной зимы мы прошли во время циклона Ларс, когда сложные погодные условия, снег, метель и порывость и ветер доставили пенчанам массу хлопот и неудобств, а коммунальники вовсю сражались с последствиями. Кстати, все нарекания на службу жилищно-коммунального хозяйства города за их якобы нерасторопность во многом связаны с тем, что горожане не знают все особенности технологии уборки снега. Уборка улиц, проезжих частей в городе – это не совсем уборка трасс. Так как в городе интенсивность движения большая, скоростные режимы маленькие, очень частое торможение на светофорах, поэтому образуются так называемые накаты. Это гололед тот же, укатанный уплотненный снег. И для того, чтобы убрать вот эти накаты, одним из способов является песчано-соляная смесь. Образовавшаяся в результате каша рыхлый снег на проезжей части и создавала больше неудоб всем участникам дорожного движения. Но по-другому убрать и не допустить гололеда нельзя, потому что песко-соляная смесь должна проработать в определенных условиях и очистить проезжую часть. И тогда уже выходит снегоуборочная техника и производится уборка отвалами на обочину. И дальше идет опять посыпка проезжей части. Наиболее ворчливые граждане сетуют, что на улицах уборочной техники маловато. Но практически во всех уголках города можно слышать гул моторов еще с ночи. Именно в ночное время работа активно ведется. И продиктовано это определенными условиями. Мы стараемся производить все уборочные мероприятия именно в ночной период. Когда интенсивность движения спадает, люди уже доезжают домой. И тогда проще колонной в 3-4 машины выходить и проезжать магистральные улицы. Естественно, в первую очередь убираются улицы с автобусным движением. Трудностей много. Поэтому справиться своими силами коммунальникам нереально. Но в алгоритме решения таких проблем и прописано подключение сторонних организаций для ликвидации последствий. В данном случае обильного снегопада. Сегодня, я думаю, что обратят люди внимание, высота снежного покрова и вала такая, что создает проблемы в посадке и высадке пассажиров. Мы видим, какие наметы, какие большие горы снега. На сегодняшний день, сегодня у нас работает и своя техника, и привлеченная. Порядка 28 единиц. Из них 10 погрузочно-разгрузочной и 17 мазов разного тоннажа. Десятки и двадцатки. Для уборки именно остановочных пунктов уборки этих навалов снега и пешеходных зон. В ночной период у нас работало 10 единиц техники. Сначала была произведена уборка всех магистральных и центральных улиц города. Потом уже под утро выполнена посыпка пескостанальными смесями для того, чтобы не дать снегу, который вот мы же видим, что усиливается, не дать снегу слежаться. Судя по прогнозам, снег не прекратится. А в ближайшие несколько дней снегопады только усилятся. А потому надо быть готовыми к продолжению борьбы с ним. Прошу, наверное, наших горожан, но во всяком случае, хотя бы не обвинять в нас бездействие. Потому что есть определенные условия, и связанные с погодой, и с движением городских маршрутов. Для того, чтобы не остановить движение в городе, мы не можем выпустить всю технику. Люди работают по 12 часов сменно, согласно графику работы. Ну, надо понимать, что это зима, это погодные условия, это ухудшение погодных условий, которые нам сейчас синоптики прогнозируют. Это усиление ветра. Поэтому, ну, я думаю, что если общими силами, то мы все справимся. Особенно хочется адресовать это обращение к руководителям предприятий, организаций и учреждений города. Прилегающая территория – ваше хозяйство. И наведите в нем порядок. Многие предприятия отреагировали быстро для удобства подхода своих работников. Очень своевременно вывели технику людей, что значительно облегчает коммунальникам уборку. Но есть такие, которые еще пока ждут, что кто-то придет и уберет. Ну, вы же должны понимать, и руководители, и люди, что мы должны обеспечить автобусное движение. Дальше мы идем с расчисткой улиц с грунтовым покрытием, потому что людям с Козлякович, с Веросов, с других районов индивидуальной жилой застройки, тоже надо попасть каким-то образом на своих легковых автомобилях, на рабочие места. И уже только в крайнем случае, я думаю, что, ну, это дня два-три минимум уходит на то, чтобы вот эти все работы выполнить, хотя бы в один проход, да, вот по одному кругу. И дальше уже в случае, если не будет таких снегопадов, мы придем на стоянки и карманы. Потому что убрать сейчас стоянки и оставить без уборки тротуары, либо проезжую часть, ну, мы себе так позволить не можем.